Здравствуйте, с вами в студии Ирина Зайцева. В эфире новости. Сегодня в выпуске главные темы. Инвестиции в производство. Какие масштабные проекты реализованы в Серпухове? Зажгли 350 фонарей. В Шипилово решили проблему с уличным освещением. Чистые пруды. В рамках губернаторской программы очищен водоем в Трухачево. Вопросы здравоохранения, образования и ЖКХ. Вот основные темы еженедельного оперативного совещания. Провела его глава муниципалитета Юлия Купецкая. 328 обращений поступило от жителей. На 48 больше, чем на прошлой неделе. Жалуются на граффити, сломанные лавочки, полные урны и нескошенную траву. Насущные проблемы, вопросы ЖКХ и благоустройства. На этой неделе наибольший прирост наблюдался по категориям дороги, контейнерная площадка, дворовая территория, мусор, общественная территория. Поступают обращения и на личные аккаунты главы муниципалитета. Самые острые вопросы сферы ЖКХ. В частности, работа управляющих компаний и вывоз мусора. На контейнерных площадках снова филиалы полигона. К 1 сентября наводят порядок все, кроме МСКНТ. Ежедневно сотрудники отдела экологии объезжают контейнерные площадки. Большинство убираются крайне плохо или не убираются вообще. И такая ситуация уже не первую неделю. Мы констатируем тот факт, что никаких изменений нет. Следующее совещание будет на уровне вице-губернатора. К другим темам. Разрушенные ступеньки, мусор, граффити. Все собственники торговых объектов должны привести свою территорию в надлежащее состояние. Юлия Купецкая предложила провести совещание, где расскажут, что грозит за неисполнение требований. Говорили об образовании. Лицей Серпухов и седьмая школа вошли в топ 100 лучших школ региона. Учиться по триместрам теперь будут во всех образовательных учреждениях Московской области. Учебный год будет состоять из трех триместров. Каждый триместр состоит из двух модулей. Аттестрация будет проходить после окончания триместра. Таким образом, каникулы детей будет больше. 1 сентября торжественные линейки пройдут на улицах. Свыше 18 тысяч школьников примут участие в праздничных мероприятиях. Из них более двух тысяч первоклашки. Вопросы комфорта детей в приоритете. Как и в прошлом году, все школьники с 1 по 4 класс городского округа Серпухов, их у нас 8 856 человек, с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием, в который включают горячие блюда и горячий напиток. С 1 сентября в школу больше не надо приносить бумажную справку. Информация о заболевших будет передаваться из поликлиники дистанционно. Долгожданное событие – открытие 19-й школы. Благодаря президентскому проекту образования Серпухов получил к 1 сентября новое учебное заведение на 825 мест. Также я хочу отметить, что данная территория, данный микрорайон, все дети будут там обучаться первую смену. Говорили об оснащении оборудованием учреждений здравоохранения. В 2020-м поступило 70 единиц. В этом году поступит 139 единиц на общую сумму 146 миллионов 372 тысяч рублей. На страже здоровья жителей аппараты УЗИ, офтальмологический прибор, тонометры и другие необходимые приборы поступают и в сельские ФАПы. Ожидается поставка рентгенаппарата в кабинете на Ворошилово 131. Новое оборудование будет и в Серпуховском роддоме. Обновляется автопарк как больниц, так и скорой помощи. Завершен ремонт амбулаторий в поселке Пролетарский и Липецех. Стартует и долгожданный проект строительства новой поликлиники в Ивановских двориках. На эти цели программы предусмотрены средства в объеме 1 миллиард 252 миллиона рублей. Многопрофильную поликлинику построят за 18-й школой. В здании разместятся взрослые и детские отделения. Инвестиции и инновации. Выездной совет по вопросам промышленности состоялся на одной из лучших индустриальных площадок Серпухова. Какие масштабные проекты здесь реализованы, расскажем далее. Первая очередь завода «Мистериопласт» наконец-то принимает гостей. История у предприятия долгая. В 2015-м планировали выпускать пластиковую посуду. Однако вскоре пришлось адаптироваться под мировые тенденции и полностью менять вектор на производство из целлюлозы. Мы концепцию поменяли. И мы решили, что здесь место очень хорошее со всех точек зрения. Что город Серпухов – это промышленный город. Здесь определенное количество рабочей силы есть достаточной для этого предприятия. Здесь есть энергоресурсы, здесь есть водные ресурсы, вода, канализация. Поэтому надо здесь продолжать. Построена первая очередь. Идет сдача объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день подъездная дорога в плитах. Далее их будут снимать. Будущий пол для цехов. Благоустройство территории. Вопрос времени. Все, что здесь застыкано, оно должно быть благоустроено. Рассказали и о планах. Помимо производственного здания построят полноценный склад – 7 тысяч квадратных метров. Объединят производство и торговлю. Полноценный склад А. Мы говорим про огромные объемы логистические. Как на приемку в это здание большое, так и на отгрузку. Ожидается застройка целого промышленного кластера с двумя подъездными путями. Название предприятия изменится в соответствии с концепцией. Планы у нас вполне четкие и понятные. Территория этого земельного участка достаточно большая. Это 5 с лишним гектаров. Соответственно, не можно много построить производственных площадей. Мы эту территорию распланировали с перспективой на 5-6 лет построить здесь 4 очереди. Общей площади порядка 20 тысяч квадратных метров. Теперь самое интересное. То, что будет произведено в Серпухове. Современные стаканчики вылетают из трубы. Машина по производству тарелок подогревает заготовку. Форма, рисунок и каемка делаются под конкретный заказ. Здесь у нас будет стоять вообще на этой линии упаковочные столы, где будут сидеть упаковщицы. Есть и станки для производства упаковок под бургеры. Сейчас идут пусконаладочные работы. Открытие ожидается через месяц. Поговорили и о других проектах, в их числе пивоваренное предприятие и производство пивоваренного оборудования. По соседству Институт инженерной физики на улице Сиреневой завершено строительство производственных научно-исследовательских лабораторий и конструкторского бюро. Планируется производство инновационных препаратов для лечения заболеваний. На базе нового корпуса ожидается и технопарк в сфере высоких технологий. Уже, как я вам показал на схеме, каждый владелец той или иной площади знает свои границы. Вот вы уже начинаете определить. Да, да, да. Вот это вот столетику. Реализация проекта планируется в рамках государственной подпрограммы инвестиций в Подмосковье, в том числе создание 300 рабочих мест. Эта индустриальная площадка – одна из лучших в Серпухове, с удобной инфраструктурой, подъездными путями и полноценными энергоресурсами. Юлию Купецкой рассказали о перспективах развития предприятий, созданных с нуля в одной точке. Со стороны администрации муниципалитета оказывается всесторонняя поддержка в реализации проектов. Глава муниципалитета вручила ключи от квартир четырем детям, оставшимся без попечения родителей. В последний летний день торжественное мероприятие провели на веранде в кафе парка имени Олега Степанова. 31 августа для ребят, которых сегодня собрали в уютном кафе в парке имени Олега Степанова, станет знаковым днем. Сегодня каждый из них получает ключи от собственной квартиры. В этом году при поддержке правительства Подмосковья по государственной областной программе «Жилище» в Серпухове детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было выделено 30 квартир. 20 ребят получили заветные квадратные метры. Среди них Юрий Веснов, Валерий Виноградов, Любовь Бреева и Максим Шумов. На долю каждого из них выпало тяжелое детство. Но теперь все изменится, ведь собственное жилье является фундаментом для взрослой жизни. Молодых людей поздравила глава муниципалитета. Вы все уже взрослые люди. Вы действительно взрослые люди, которые должны быть в своей цели, желании, свои мечты, планы, которые вы должны реализовывать. И, конечно, все это невозможно, если у вас не будет своего уголка, куда вы можете прийти, где вы можете отдохнуть, где вы можете подумать, обмыслить, а может быть построить какие-то свои гениальные планы. И я уверена, что если это настоящая мечта, вы ее обязательно достигнете. Новоселы становятся полноправными хозяевами жилья и несут за него ответственность согласно договору социального найма, который заключается сроком на 5 лет. Квартиры с современным ремонтом. В них все готово для заселения. До конца этого года в Серпухове квартиры получат еще 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из областного бюджета выделено почти 76 миллионов рублей. В семье Меркуловых четверо мальчишек. Тимофей, Ярослав, Роман и Валентин. Все четыре беременности Надежде и Виктору обещали девочку. В пятый раз прогноз врача сбылся. На свет 27 августа появилась Дарина Меркулова. Дар Божий, улыбаются родители. Дочка родилась, дочку буду баловать. На всю катушку. Поздравить многодетную семью с новорожденной в Серпуховский роддом приехала заместитель главы администрации городского округа Ольга Сидоркина. Цветы, подарки маме и много теплых слов для всей семьи. Маленькая Дарина в сопровождении братьев и родителей отправилась домой. В Шепилово решили проблему с уличным освещением. Благодаря областной программе «Светлый город» на четырех деревенских улицах, где проживают новоселы, зажглись 350 светодиодных фонарей. Включение системы наружного освещения прошло торжественно. Добрый, добрый, добрый вечер. На самом деле добрый. Всегда очень приятно открывать линии наружного освещения. Фонари зажглись словно по взмаху волшебной палочки. Как только на установленную центральную улицу сцену вышел Александр Парий, заместитель министра благоустройства Московской области. В 2016 году стартовала вот эта программа «Светлый город». Очень много было темных мест в Подмосковье не освещенных. И сейчас вот за последние пять лет кардинально получилось в принципе с благоустройством и с освещением поменять ситуацию. Больше ста тысяч светильников было установлено, там тысячи километров линий наружного освещения. И я очень рад, что сегодня в вашу деревню, в ваш населенный пункт тоже пришел свет. Реконструкция уличного освещения быстро и качественно была проведена благодаря совместным усилиям самих жителей, руководителей городского округа и правительства Московской области. Благодаря вашей настойчивости, еще раз подчеркиваю, вашей настойчивости, активной позиции, вы проголосовали и в этом году эта программа только вот в таком масштабе реализована в вашем населенном пункте. Несколько в меньших масштабах, еще у нас три населенных пункта, но самая масштабная реализация именно здесь. Поэтому я вас от всей души поздравляю. Сам тоже очень рад, что у нас получилось. Конечно, еще много-много-много нам надо работать. На переднем крае деревенских проблем староста Шипилова Александр Соколовский. Сделать свою деревню уютной, комфортной для проживания он старался и до объединения в округ. Однако, увы, признаются, он не получалось. Сегодня перемены в жизни сельчан ощутимы. Комфортнее нам, жителям здесь. Так что прогресс виден. Ну, вот сейчас, общаясь, например, с замминистра и с первым замсителем главы нашей, мы проговорили уже про дорогу, потому что у нас голосование прошло, вот как раз завершается сегодня. У нас 209 голосов за ремонт этой дороги. Мы вошли в программу, в социальную программу по газификации на следующий год. Это вообще комфортно. Конечно, это людей радует. Мы вот молодая семья, проживаем с двумя маленькими детьми. Очень стало здорово, приятно гулять. Все светло. Нам очень нравится. Спасибо большое администрации. Ну и, конечно же, всем нашим соседям и жителям деревни, потому что вместе мы это сделали. Мы активно голосовали на портале, ну, результат получили. Еще, конечно же, мы очень ждем детскую площадку и дорогу. Ремонт центральной улицы включен в план на следующий год. С таким характером, как у старосты деревни, отношением местных властей к пожеланиям людей, Шипилово вскоре войдет в число самых благоустроенных и комфортных для проживания населенных пунктов округа. Здесь будет и газ, и водопровод, появятся и детские площадки. И место, где будут проводить такие праздники. Чистые пруды. 22 водоема в Подмосковье очищены этим летом в рамках трехлетней губернаторской программы «Сто прудов и озер». В первую очередь в порядок привели самые проблемные, в их числе и пруд в деревне Трухачева. Для местных и приезжающих на выходные Трухачевский пруд – опять любимое место отдыха. Посидеть за удочкой одни приходят ради спортивного интереса, другие – чтобы подкормить своего кота. Ловлю рыбу, карасика. Очень приятно отдохнуть на таком пруду. Сделали очень хорошо, чисто, ребята почистили. Провели очень большую работу. Теперь остается только нам следить уже за этим. За чистотой, да? Да. Он поймал рыбку, отпустить ее надо. Опа! Пусть растет. Да, у такого водоема сегодня отдохнуть одно удовольствие. То, как он выглядел до проведения работ и сегодня – две большие разницы. Вывезено порядка 200 кубометров древесины, которые подняты со дна. Деревья весом порядка 5-6 тонн. Огромный в обхвате порядка метра 20. Здесь работала техника, у нас работало Трухсор Т-40. Порядка недели мы выкашивали все водоросли, убирали всю резку. Осуществляем полный покос береговой линии, полная очистка после этого всего. Значительная часть работ касалась непосредственной очистки самого водоема специальной техникой. Такая самоходная установка за один выход собирает 350 килограмм мусора. В Трухачевском пруду это в основном были старые деревья и водоросли. После проведенной очистки водоем помолодел. От старых деревьев освобождена и прилегающая территория. Здесь установили лавочки и отсыпали щебнем дорожку. Прод чище стал, и кустов меньше. Были деревья, кусты, сейчас ничего этого нет. Очень красиво стало и приятно отдыхать. Почти каждый день после работы отдыхаем тут. Экологическая программа «Сто прудов и озер» стартовала в Подмосковье в этом году. Средства на ее реализацию выделены из областного бюджета. В городском округе в будущем году планируется провести очистку еще пяти прудов. Каких именно, определит голосование жителей на портале «Добродел», который начнется в сентябре. Вот он, красота! На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций сегодня особое внимание уделили вопросам пожарной безопасности образовательных учреждений, подготовке к отопительному сезону и профилактике сезонных вирусных заболеваний. Безопасность детей в школах должна быть обеспечена максимально. Накануне 1 сентября важно не допустить недоработок в данном вопросе. С педагогами провели специальные инструктажи, тренировки по эвакуации, проверили системы видеонаблюдения, оповещения, сигнализации, запасные выходы во всех общеобразовательных учреждениях, о чем сегодня доложили главе муниципалитета. С начала года мы, согласно плану, утвержденный генеральной прокуратурой, проводим мероприятия по контролю, где, в общем-то, в настоящий момент порядка 60% образовательных учреждений проверено планово. Руководителям выдаются предписания обязательные для выполнения. Все нужно доводить до совершенства. Эти предписания, которые находятся у руководителя, они обязательны для исполнения. Мы с вами понимаем, что мы сейчас ходим в очень активный период. 1 сентября – это всегда для нас, для всех, большая нагрузка для педагогов и для руководителей общеобразовательных учреждений, для детей и для родителей. Но это не отменяет наши с вами плановые работы. Поэтому обратите на это внимание, все мероприятия должны быть проведены в определенные сроки. Все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Не вижу никаких проблем для того, чтобы детишки 1 сентября пошли в школу. В приоритете – подготовка к началу отопительного сезона. Многоквартирные дома, объекты социальной сферы должны быть обеспечены теплом точно в срок. По жилому фонду и объектам социальной сферы в городском округе Серб в 1496 многоквартирных домах обеспечена готовность 1460 домов, что составляет 97,5% от общего числа. С наступлением осени особое внимание к профилактике сезонных вирусных заболеваний. Проведение вакцинации от гриппа необходимо. Для лечебных учреждений предлагается обеспечить при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу достижение охвата прививками против гриппа населения по совокупному населению не менее 60% и лиц из группы риска не менее 70%. Иметь возможность делать прививку быстро и в любом удобном месте должен каждый серпухович. Юлия Купецкая поручила организовать дополнительные пункты вакцинации, в том числе мобильные. 18 команд главных управлений МЧС Центрального федерального округа собрались в серпуховском физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь», чтобы сразиться в гиревом двоеборье. Кто стал сильнейшим, расскажем далее. Максим Струков на соревнования по гиревому спорту приехал издалека. 8 часов пути от Воронежа до Московской области. Но это не помешало ему показать высокие результаты в командном зачете. 40 поднятий двух гирь по 24 килограмма. И все это за 5 минут. В колледже занимался гиревым спортом. Ну так, любительски больше. У нас был зал, мы приходили, гири поднимали, там тоже тренер был. Ну, поднимали, поднимали, рвали, чтобы чем-то заниматься, чтобы быть крепче. Максим признается, его хорошая физическая подготовка – это залог постоянных тренировок на службе и выполнения нормативов. Гиревой спорт – это спорт сильных. А спорт в жизни МЧС – это очень важная и необходимая вещь. Потому что спасение жизни – это все зависит от физической подготовленности наших сотрудников. Такие соревнования среди сотрудников МЧС проводятся впервые за последние 7 лет. Принимать их доверили Серпухову. В гиревое двоеборье входит толчок двумя руками, за него дают один балл. И рывок одной рукой поочередно, за него половину балла. На этом этапе были отобраны 18 команд по 5 спортсменов в каждой. Это 90 сотрудников главных управлений МЧС по Центральному федеральному округу. Побеждает тот, кто набрал большее количество очков. И если количество очков одинаковое, то побеждает тот, кто меньше весит. А командный за счет определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками. Во всех пяти весовых категориях победила команда из Московской области. Чемпионы награждены грамотами и медалями, дипломами и кубками. Они приглашены в финал, который пройдет через неделю в Санкт-Петербурге. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok